Здравствуйте, друзья! Рад всех приветствовать. Меня зовут Алексей Печи. Сегодня уже 7 апреля на календаре. Мы с вами традиционно подводим итоги уходящего дня. И в этом выпуске предлагаю обсудить предложения от президента Бразилии Лула Десилвы по поводу того, что Украина могла бы отдать Крым Путину и взамен на это закончить войну. И как эта позиция коррелируется с заявлениями, которые звучат из Китая. Связаны ли эти темы между собой. Итак, начну с преамбулы, потом разложим все по полочкам. Чем ближе Украина к большому контрнаступлению, тем больше у нас появляется так называемых миротворцев, которые предлагают свои сценарии окончания войны. Но такие сценарии, чтобы и Россия не осталась разгромленной и с большим багажом позора, чего она на самом деле и заслуживает. Президент Бразилии Луис Игнасио Лула Десилва, который раньше продвигал идею создания так называемого клуба мира из нейтральных стран и который заявлял, что в войне виноваты не только Россия, но еще и, например, Зеленский, сегодня заявил, что Зеленский не может желать всего, а потому ради завершения войны должен уступить Крым Путину. В США уже ответили, что вопрос Крыма будет решать исключительно Зеленский, и то украинский президент должен основывать свое решение на желаниях и настроениях украинцев. Но такое заявление Лула Десилва, оно не появилось на пустом месте. Я напомню, что не так давно Лула Десилва посетил Пекин, где общался с Си Цзиньпином, а сейчас в Пекине находится президент Франции Макрон, который пытается уговорить лидера Китая помочь завершить эту войну России против Украины. И уже есть определенное заявление Си Цзиньпина, но известно, что Макрон и Си Цзиньпин еще и проводят сегодня непубличную встречу, где будет обсуждаться, как говорят в Китае, украинский кризис. Поэтому давайте вместе обсудим эти миротворческие инициативы глобального юга, ну и исследуем, связаны ли между собой заявления Китая и Бразилии. Итак, сегодня украинцев возмутило заявление президента Бразилии Луису Игнасию Лула Десилвы. И вот прежде чем мы его обсудим, попрошу вас поставьте лайк этому видео и подпишитесь на YouTube канал. Итак, Лула Десилва вдруг предложил украинской стороне отказаться от Крыма. Якобы это будет гарантией того, что войне России против Украины будет положен конец. При этом Лула отметил, что президент России Путин не может захватить территорию Украины. То есть какая-то неразбериха возникла в логике Лула Десилвы, вроде как бы Крым отдайте, но захватить он не может. Но Лула Десилва активно продвигает идею, что мир уже устал от этой войны, поэтому ее надо заканчивать даже ценой украинских потерь. А еще Лула Десилва заявил, что развитый цивилизованный мир, особенно Евросоюз и США, не тратили много времени на мирные переговоры в начале войны. И вот якобы это и привело к тому, что мы имеем сегодня. Приведут стату Луис Игнасию Лула Десилвы, президента Бразилии. Президент России Владимир Путин не может захватить территорию Украины. Но возможно мы поговорим о Крыме. О том, что он еще дополнительно вторгся, Путин должен подумать. А Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое. Мы должны найти решение. Поэтому Лула выглядит так, что якобы и осуждает российское вторжение в Украину, но предлагает все-таки Украине отказаться от Крыма, чтобы это вторжение прекратилось, что звучит очень странно. Но здесь нужно обратить внимание на саму фигуру президента Бразилии. Потому что после его инаугурации на посту президента в январе этого года были надежды, что Бразилия станет более адекватной, займет адекватную позицию. Потому что Лулу считали более адекватным его предшественник Ажейру Балсонару. Но, как говорится, не стоит очаровываться Лулой Десиловой. Потому что тот же Лула, еще будучи кандидатом на должность президента Бразилии, в мае прошлого года заявил, что президент Владимир Зеленский и диктатор Путин ответственны за войну в Украине одинаково. Еще тогда, год назад, Лула Десилова сказал, что западные лидеры безответственно поддерживают Зеленского, поскольку они поощряют войну, а не сосредотачиваются на переговорах за закрытыми дверьми, чтобы прекратить боевые действия. Вот что говорил Лула Десилова, президент Бразилии, в мае прошлого года. Цитата. Этот парень виноват в войне, так же, как и Путин. Зеленский должен был уступить российскую позицию относительно вступления Украины в НАТО и провести переговоры с Путиным, чтобы избежать конфликта. Надо говорить серьезно. Ладно, ты был хорошим комиком, но давай не будем воевать, чтобы тебя показывали по телевизору. Ну, понимаете, да, чем пахнет заявление Лула Десилвы? Я напомню, это было сказано еще в мае прошлого года. Кроме того, тогда же Лула заявлял, что лично президент Джо Байден должен был полететь в Москву и уговаривать Путина не начинать вторжение. Но Байден, по мнению Лулы, лишь разжигал воинственное настроение российского диктатора. По словам Лула Десилвы, Европейский Союз и США должны были заявить, что Украину они не примут никогда ни в Европейский Союз, ни в НАТО. И вот это было бы гарантией того, что Путин получил бы свое и не нападал. Следовательно, по логике президента Бразилии, в войне виноват не только Путин, но еще и Зеленский, Джо Байден, Европейский Союз и НАТО, и Запад в целом. То есть это дословно риторика Кремля. А еще стоит помнить, что тот же Лула Десилва был осужден в собственной стране за коррупцию, отсидел в тюрьме срок, освободился и снова баллотировался на пост президента. Это как бы тоже характеризует его как политика, которому на законы, мягко говоря, плевать. Впрочем, есть еще одна важная деталь, которая указывает на то, что Лула Десилва не просто так сделал это заявление по поводу Крыма. Именно он предлагал создать так называемый Клуб Мира, куда вошли бы все нейтральные страны, и именно они якобы должны выступать посредниками между Украиной и Россией. И тут мы приближаемся к самому важному моменту. Президент Бразилии Лула Десилва посещал Пекин 28 марта и продвигал там свою идею Клуба Мира и пытался привлечь к этой инициативе Китай и личность Сидзимпина. То есть Сидзимпин и Лула Десилва 28 марта обсуждали именно такой сценарий завершения войны. И не просто так теперь Лула Десилва говорит о Крыме, потому что, скорее всего, он мог что-то услышать от Сидзимпина. Но есть проблема, Бразилию назвать нейтрально и очень сложно, потому что Бразилия входит в БРИКС, куда так само входит Китай и Россия. Поэтому выглядит так, что, знаете, Лула Десилва взял на себя роль того, кто будет ходить и озвучивать влажные мечты Москвы, и тем самым подыгрывая еще и Китаю, что, мол, смотри, я тоже, если что, с тобой. Но тогда, 28 марта, я напомню, когда прошла эта встреча Лула Десилвы и Сидзимпина, не было никаких новостей о том, поддержал ли Китай вот эту идею Лула Десилвы относительно Клуба Мира. Но к этому вопросу мы еще вернемся. Это интересный момент. Сейчас я хочу остановиться на реакции США на предложение Лула Десилвы отдать Крым Путину. Во-первых, сегодня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией должна принимать только Украина. Это решение должен принимать Зеленский. И, соответственно, Лула Десилва не может там, да, как-то чего-то навязывать и требовать. Вместе с тем, и это, во-вторых, госсекретарь США Антони Блинкин добавил, что решение об освобождении Крыма должен принимать Зеленский как глава государства. Но в этом вопросе ему следует учитывать волю украинцев. Приведут стату Блинкина. Украина – демократическая страна. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт воле украинцев. США со многими другими странами пообещали помочь Украине, а также защитить ее суверенитет и независимость. Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели. В любом случае, США будут продолжать оказывать Украине не только военную помощь, но и поддерживать ее развитие в средней и долгосрочной перспективе. А теперь вернемся к заявлению Лула де Силва. Как я уже сказал, сделал это заявление о Крыме Лула де Силва после встречи с Си Цзиньпином. Как вы помните, Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с российским диктатором. А еще примерно в то же время с диктатором Путиным в Москве встречался и главный советник президента Бразилии по международным делам Селса Амарим. А теперь 17 апреля в Бразилии ждут в гости министра иностранных дел России Сергея Лаврова. То есть, я думаю, к чему ведет эта цепочка событий, вы прекрасно понимаете. Но остается открытый вопрос, поддержит ли предложение Лула де Силвы, а по факту Путина, в отношении Крыма китайский лидер Си Цзиньпин. Потому что именно сейчас Си Цзиньпин продолжает свою дипломатическую игру с президентом Франции Макроном. А тот, в свою очередь, пытается убедить Си Цзиньпина все-таки стать на сторону Украины. Накануне у них состоялась уже публичная встреча, подчеркиваю, и была пресс-конференция. А Макрон призвал Си Цзиньпина, цитата, привести Россию в чувство и выступить за мир в Украине. Си Цзиньпин ответил, ну, как всегда, знаете, достаточно размыто и завуалированно. А значит, западные аналитики отмечают, что Макрону не удалось окончательно убедить Си Цзиньпина, хотя определенные заявления от Си все-таки прозвучали. Он заявил, что Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу для того, чтобы продвигать мирные переговоры с Москвой как можно скорее. Но добавил, что нужно учитывать интересы обеих сторон. То есть Си Цзиньпин продолжает риторически подыгрывать Москве. Отдельно Макрон заявил о том, что Китай, как и весь цивилизованный мир, должен осудить угрозу России разместить ядерное оружие в Беларуси как несоответствующее международным ядерным соглашениям. Си Цзиньпин в ответ подчеркнул, что ядерное оружие не должно быть применено против Украины. И вот уже после этого заявления Беларусь что-то там передумала. Там вдруг заявили, что не хотят они размещать российское ядерное оружие на границе с Польшей. Как того добивалась Россия. Ну там накануне посол России в Беларуси Грызлов заявлял, что вот железно на границе с Польшей будет стоять российское ядерное оружие. И это будет паритет с США, которые разместили свое оружие в Европе. Но вот госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что не хотят они ни на границе с Польшей, ни на границе с Литвой и Латвией размещать свое ядерное оружие. Говорит, по всей стране достаточно много мест, куда это можно засунуть. И, говорит, в Беларуси больше 40 точек размещения ядерного оружия остались еще с советских времен. Поэтому вот давайте туда его размещать, да и все. И, кстати, Вольфович тут как бы раскрыл блеф России о том, что они построят новое хранилище тактического ядерного оружия в Беларуси до 1 июля. Не будут они ничего строить, они просто в советские старые шахты будут засовывать это ядерное оружие. Ну, на склады, я имею в виду. Но главное даже не это. Макрону все-таки удалось выдавить из Си Цзиньпина еще одно заявление, которое важно в контексте осуждения действий Путина. Здесь Китай такую очень тонкую грань занимает. Потому что Си Цзиньпин завуалированно осудил действия Путина в отношении похищения украинских детей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Украине. Вот дословно приведу слова Си Цзиньпина. Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей. Мы против ядерного, биологического или химического оружия, а также против атак на электростанции. Однако, прямого осуждения российской войны против Украины Си Цзиньпин так и не выразил. А вместо этого, как пишет Ройтерс, Си Цзиньпин пытался склонить Макрона к совместному противостоянию против США. Аналитики отмечают, что Пекин считает Францию одним из вероятных союзников в Европе. Поэтому Макрону устроили просто-таки роскошный прием. Ну, чего только стоит совместное с Си Цзиньпином чаепитие. Церемония чаепития в одной из главных резиденций. Да еще и поездка вместе с Макроном в Гуанчжоу и так далее, и так далее. Более того, ведь во время этого визита в Пекин с Макроном поехала и глава Еврокомиссии Руссула фон дер Ляйен. Так вот, ее диалог с Си Цзиньпином максимально приуменьшили. Приуменьшили и на всех передовицах Макрон, а не у Руссула фон дер Ляйен. То есть Си Цзиньпин, вероятно, считает президента Франции самым близким союзником в Европе, с которым в будущем гипотетически он может создать коалицию для противостояния США. И не удивляйтесь этой позиции, потому что Франция, она ведь всегда занимала такую достаточно интересную позицию. Ведь идею о стратегической автономии Европы выдвигает именно Макрон. Именно Франция эту идею двигает, что, мол, не нужно быть, ну прям сильно, знаете, зависимыми от США. То есть Китай пытается вбить вот этот клин между Европой и США, насколько это возможно. Но здесь есть определенный просчет Пекина. Потому что в Госдепе, вот представитель Госдепа США, Видант Паттель, заявил, что перед визитом в Пекин президент Франции провел разговор с американским президентом Джо Байденом. И в ходе беседы они подтвердили непреклонную поддержку Украины. То есть синхронизировали позицию по Украине. Но все-таки американские СМИ накануне визита Макрона в Пекин писали о том, что американские чиновники все-таки боятся, что в других вопросах Франция может реально сблизиться с Китаем. А это уже как бы скажется на конкуренции США и Китая. Но в Белом доме все-таки предпочли бы, чтобы Макрону удалось отвадить Синьпина от прямой военной поддержки России. А тем более на фоне подготовки Украины к контрнаступлению. Ну а дальше как бы уже со всеми вопросами разбираться по ходу дела. Сейчас это главное. Пока известно, что после вчерашней публичной встречи Макрон и Синьпин сегодня проводят такую закрытые неформальные переговоры. Китайские государственные СМИ отмечают, что переговоры состоялись в Гуанчжоу. Это очень важное для Синьпина место, потому что там очень долгое время его отец работал ключевым чиновником. То есть это именно тот момент, когда Макрон неофициально может попытаться еще раз склонить Китай на сторону мира, а не России. Надавить на эмоцию и попытаться расшевелить немножечко Синьпина. Но здесь появилась интересная реакция со стороны госсекретаря США Антони Блинкина, который заявил, что Китай пытается усидеть на двух стульях. Вместо этого он должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию уважать суверенитет Украины. Проще говоря, Блинкин считает, что Китай должен занять четкую позицию, которая звучит просто. Россия должна вывести со всей территории Украины свои войска. Россия агрессор. Этого было бы достаточно от Китая. Вот честно, вот этого заявления уже было бы достаточно. И Блинкин считает, что для реализации такого сценария Китай имеет абсолютно все инструменты. Все рычаги давления на Россию. Приведут стату Блинкина. Китай должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию фактически уважать суверенитет Украины и вернуть территорию. Китай хочет пытаться выглядеть поборником мира и в то же время продолжает поддерживать Россию разным образом. Риторически, продвигая ее аргументы в международных институциях, распространяя российскую пропаганду об агрессии и даже, как мы уже говорили несколько недель назад, рассматривает возможность оказания России помощи летального характера. А Россия все больше зависит от Китая. Она младший партнер в этих отношениях. Поэтому мы надеемся, что Пекин использует тот голос, который имеет отношение с Россией для движения к справедливому и крепкому миру. И вот это интересный момент. Блинкин, даже Блинкин уже признает, что Китай сидит на двух стульях. Что Китай все-таки риторически поддерживает Россию, но все-таки он еще и на втором стуле сидит, который ближе к западу. Соответственно, это еще одно подтверждение того, что Китай торгуется. Китай пытается выбить для себя какие-то преференции из этой истории. Соответственно, позиция Бразилии, то, с чего мы начинали, по поводу Крыма, и позиции Китая, они разные. Почему? Потому что накануне, как вы знаете, посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун прямо сказал, что они поддерживают территориальную целостность Украины. Заявления о безграничной дружбе России и Китая переоценены, неправильно поняли и так далее. То есть, сейчас позиция Китая, это вот выбить по максимуму из этой ситуации. Позиция Бразилии, извините, озвучивать влажные мечты Путина. Но именно от позиции Китая в будущем будет зависеть, получит ли поддержку инициатива президента Бразилии Лула де Силовой относительно Крыма. Потому что самостоятельно Бразилия продвижение этой инициативы просто-напросто не потянет. Но если Запад, в частности вот сейчас Макрон, а позже, как вы знаете, в Пекин едет глава евродипломатии Жозап Боррель, если Пекину не удастся расширить торговые отношения с Европой, если не удастся получить много преференций, я не удивлюсь, если он начнет лавировать вот в эту сторону. Что, мол, ну да, давайте, может, мы Крым Путину отдадим. И тогда, опять-таки, начнется по второму кругу игра в вот это торгашество. Вот. Поэтому сейчас заявление Лула де Силовой, ну, выглядит, если честно, смешно. И пока, ну, вообще никакой реализации даже не пахнет, даже рядом. Вот. Зачем он это озвучил? Ну, здесь у меня версия только одна. Попытаться подыграть Москве и параллельно сдать посыл Китаю, что Бразилия тоже антизападная, что она, если что, готова с Китаем очень активно дружить и сотрудничать. Вот. Поэтому здесь пока ставлю многоточие, мы к этой истории еще вернемся, если она будет иметь свое развитие. Сейчас попрошу вас, подпишитесь на YouTube 24-го канала, подпишитесь на мой личный YouTube-канал, называется он Алексей Печий, поставьте лайк этому видео, ну, и напишите в комментариях ваши отношения к вот этой теме, которую мы обсудили. На этом я буду завершивать этот стрим. Спасибо всем, кто доедался. Верите в Украину, верите в ЗСУ, помогайте один одному и нашим защитникам, и тогда вместе мы точно победим. Слава Украине! Бережите себя! Увидимся!